МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лукавые глазки косились в сторону выносных урн для голосования, на которых, как стало понятно позже, и натянули основные проценты победителю. В Москве перекроили множество избирательных участков. Те, кто привык голосовать в знакомом месте, внезапно по факту обнаруживали, что их участок перенесли. Кто-то шел и голосовал там, а кто-то махнул рукой. Многих избирателей в списках попросту не оказалось. Власти не нужна была высокая явка. Целые районы оказались неоповещенными о том, что в Москве выбирают мэра. Да и сам электорат как-то не проявлял активности. Явка в 30 с небольшим процентов беспрецедентно низка. Впечатление, что две трети избирателей попросту не захотели опять наступать на расставленные Кремлем грабли. Зато в районе Зюзина тех, кто проголосовал, пригласили на почту получить продуктовый набор. В управе явно что-то перепутали. То говорили, что наборы выдадут только ветеранам, то всем подряд. Получилось нехорошо. Люди обиделись. Простояли сколько, полтора часа. Потом сказали, все, заканчивается. Этот пьяный издевался, стоял там охранник, слава богу, его забрали. Ну и все. И люди ели живые, пожилые стояли. Никого не оповестили. Никто не знал. Просто вот стояли вот в Христораде. Просто я считаю, это вообще унижение, несправедливость. Испортили весь день. С этим выбором мы увидели, думаем, господи, ну все это приятно. Ну, падали. Вот люди стояли, падали. И вытолкнули вот так, всех вот вон. В Лефортово на участке 1391 гражданских избирателей почти не было видно. Здесь по-военному четко проводился Собянинский блицкрик. 753 бравых курсанта выбирали москвичам мэра. Приказы не обсуждают, их исполняют. На фоне того, что временно зарегистрированные жители Москвы не имеют права голосовать, расквартированная военщина с бюллетенями становится весомым аргументом админресурса. По официальным данным, здесь за Собянина подали 926 голосов, за Навального 337. Вот почему здесь в 16.45 не была заполнена увеличенная копия протокола. Итоги выборов на данном участке по закону надо отменять. В районе Гальянова наблюдатели обнаружили неучтенные бюллетени. Разразился скандал. Примчалась полиция. Удивительный факт. Глава ТИКа позволила пересчитать бюллетени для того, чтобы сверить их количество. Цифры сошлись, но осадочек остался. На одном из участков наш член комиссии случайно увидел в сейфе пачку бюллетеней, 75 штук, которая лежала отдельно от всего, от остальных бюллетеней. И явно не соответствовала тому количеству, которое было получено от ТИК. Из ТИКа получено 1400, и они лежат, с ними работает комиссия, их, как положено, подписывает, ставит печати. И вот он, заглянув в сейф, увидел там 75 бюллетеней. Он спросил, а что это такое? Ну вот, как-то там они показались. Обсчитались, ошиблись. Председатель комиссии объяснить этот факт не смог. Составили акт о подписи, печати. И сегодня мы этот акт предъявили председателю территориальной избирательной комиссии района Гальянова, Агиевской Ольге Дмитриевне. Вот мы спросили, как можно было выдать так вот неучтенные бюллетени, и сколько еще выдано бюллетеней на другие избирательные комиссии. Сначала она отказалась от сотрудничества и категорически отказалась показывать, какие у них там бюллетени еще лежат, потому что не все бюллетени выданы. Часть бюллетеней, полученные территориальные комиссии бюллетени, выданные участковой комиссией, и есть некий остаток. Мы посчитали, что если мы этот остаток увидим, то мы поймем, сколько, куда ушло. Вот сейчас эту процедуру вы видели, да, состоялась, когда мы проникли, наконец, в эту комнату, где хранятся бюллетени. У вас претензии остались? Ну, как сказать, наши требования выполнены, и в этом плане мы удовлетворены. Но у нас остаются вопросы. Как все-таки могли попасть 75 бюллетеней, причем явно не в общей куче, а отдельной пачкой? То есть они выданы именно отдельным каким-то образом. Значит, скорее всего, мы не нашли источник этих бюллетеней. И, видимо, объяснение в том, что они выдаются не из этой комнаты, в которую мы заходили, а есть другая комната, которая лежит специально подготовленной на такой случай бюллетени. И наверняка в других комиссиях есть еще аналогичная ситуация. Уже после закрытия участков в Лялином переулке Навальный объявил о неизбежности второго тура, которого, конечно же, не будет. Немногочисленный избиратель мобилизовался и пришел на участки. А жулики опять украли все. И голоса, и надежду. Которая, как известно, умирает последней. Сегодняшним утром она, похоже, отмучилась. Я с большим удовлетворением поздравляю всех сотрудников нашего штаба, всех тех, кто голосовал, всех тех, кто работал, всех тех, кто у нас помогал с завершением первого тура этой избирательной кампании. Те данные экзит-полов, которые у нас есть, неопровержимо указывают на то, что будет второй тур этих выборов. Сейчас... Спасибо большое! Жульнические технологии, примененные властью на мэрских выборах в Москве, заставили москвичей следующим вечером, 9 сентября 2013 года, выйти на Болотную площадь, чтобы во всеуслышание заявить, Собянин не победил в первом туре. Это сейчас зависит уже от целого ряда факторов, в том числе тех, которых мы не знаем. Например, я не представляю себе, какая рубка шла с закрытыми дверями, скажем так, когда, собственно говоря, подводили итоги выборов. Я думаю, что там сражались буквально за все, за каждый процент, сколько там отъесть у одного, сколько накидать другому и так далее, и тому подобное. Потому что, откровенно говоря, Собянин сейчас выглядит униженным. Ему, извините меня, дали 51, и даже не 51,5, и 51,3. Но это вот похоже на очень утонченное издевательство. То есть, по большому счету, он победитель-однопроцентник. Второй тур будет, как бы он ни назывался. Второй тур, может быть, через год и будет называться выбором в Мосгордуму. Второй тур, может быть, через месяц, когда Собянин сообразит, что он мэр-домушник. Второй тур, может быть, через полгода, когда по каким-либо причинам объявлен досрочный выбор в Москве. Как угодно. Второй тур будет. Еще как будет. Ну и, конечно, сегодня кремлевские политологи Вагдингула сказали, что Навального повезло. Он выиграл, и при этом ему не надо отвечать за московское хозяйство. Конечно, цинично. Неохота признавать, что они правы. Но они правы. Все-таки мы же с вами не на мэра нацеливаемся. Митинг Навального собрал от 12 до 15 тысяч человек, учитывая ротацию протестующих. Риторика ораторов – надо добиваться пересчета голосов. И это явное понижение протестного градуса. О втором туре, если и говорят, то с большой осторожностью. Радикальных же речей не было вовсе. Для них это все было очень неожиданно, потому что они работали на снижение явки, полагая, что это должно помогать Собянину. И работали очень топорно, лишая людей информации. Но при этом, поскольку у них такое улиточное одноходовое мышление, они второй ход не просчитали, что дальше может быть. Понятно, что молодежь, ну так сказать, про Собянинское, она легко в интернете на самом деле найдет то, что нужно. А старушки Собянинские не найдут. И в результате они поменяли структуру пришедших на участки. И получили тот результат, который мы имеем. Поэтому возник вопрос о втором туре, в результате их идиотских действий. Ну, они вообще на идиотские действия гораздо. И я думаю, что мы еще много увидим интересного от них. Вот. И в том числе абсолютно непредсказуемого. Поэтому я боюсь что-нибудь предсказывать. Некоторые из вас, наверное, ждут, что я призову оставаться здесь, на этой площади. Ждете? Кто-то прокричал «нет», кто-то прокричал «да». Но я бы хотел оставаться все-таки с вами до конца честно. И если мы пишем на наших лозунгах «не врать и не воровать», я тоже не собираюсь вводить вас в блуждение, и не собираюсь вас подставлять, подвергать опасности и так далее. И если я звал вас на этот митинг для того, чтобы обсуждать результаты выборов, и просил вас поддержать нашу симатум, то ровно этого я сегодня, мы все этого и добились. И я не хотел бы вас втягивать туда, куда мы не пришли намеренно. Когда наступит время, а может быть оно наступит, когда я позову вас участвовать в несанкционированных акциях, переворачивать машины, поджигать фаер или еще что-то. Может быть такое время наступит. Я вам прям так и скажу прямым текстом. Ребята, приходите те, кто готов поджигать фаер и ночевать на асфальте. Я буду с вами ночевать на асфальте. Но сначала я хотел бы вас предупредить об этом. По факту, Навальный оседлал часть послушного московского протеста. Самые радикальные от него отшатнулись, как от возможного проекта одной из башен Кремля, призванного погасить революционные настроения и вписаться в парадигму управляемого хаоса. Похоже, возвращение Суркова в Кремль подарит электорату от хомячков до безбашенных радикалов немало захватывающих сюжетов в ближайшем будущем. А пока... Митинг подходил к концу. Люди начали расходиться. Кто-то воодушевленный, кто-то наоборот расстроенный. Революция Навального откладывается. Сегодня она будет звучать, как требование пересчета голосов. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Александр Шаров. Политвестник ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok